Усаживайтесь поудобнее, друзья. Сейчас будет большое видео большого теста по реверсионному оружию. Наконец-то был записан полностью скрипт, и мы сейчас будем смотреть, как он работает. То есть, что я сделал? Всё-всё-всё оружие Скайрима, Даунгарды, Драгонборна и ещё и плюс Скайвинда было... Ну, всё оружие имеется в виду только кинжалы и танта. Ну, не так, чтобы совсем всё, а вот все кинжалы и все танта. Вот всё оно было завершено, я наконец-то с этим делом всё покончил. Я столкнулся с такой нехорошей проблемой, у меня скрипт раздулся до ужасающих размеров. В общем-то, зачем мне сейчас этот тест? Он нужен мне, потому что мне нужно посмотреть, он вообще работает у меня будет или нет, а? Там просто очень-очень много строчек в этом скрипте. И по-хорошему надо это всё дело будет переписывать с помощью массивов. Вот, вспомнил. Но массивы, друзья мои, я пока не знаю, как делаются. И это видео скорее будет посланием самому себе в будущее. Когда я уже научусь их делать, буду на себя смотреть и думать, какой же я нафиг был тогда лошарик, что не мог это сделать. Вот сейчас мне вот так вот кажется, что никогда я не смогу написать эти чертовые массивы, а они очень сильно тут нужны. Так, пока считаю, надо сначала собрать всё оружие, которое нам потребуется, собственно говоря. Так вот стальной кинжал выглядит. Я уже тут моделек новых понадел, понаставил точнее. Так, ещё тут немножко. Вот, да и здесь ческий кинжал как выглядит. Это, друзья мои, всё тестовая ячейка. Стеклянный кинжал я решил недолго омучаясь. Я его просто взял из скрепливина, вот оттуда эта моделька. То есть, в обливине был такой же кинжальчик. Пэк-скок, пэк-скок. Так, ну а тут... Надеюсь, я всё смогу унести. Так... Интересно, что это за кинжал? А, ну всё-всё-всё. Мне уже подключить немножко, я ночью не спал. Это всё всескоримское, а уже прошло. Интересно, насколько я буду перегружен. Вот. Ну я так-то сильно довольно-таки перегружен, да? Ой, вообще труба. Что же делать-то такое? Ну, есть одна идейка на самом-то деле. Символ алчности может мне помочь. Так, тут нет. Так, СССР. С таким диким перегрузом можно ходить только с сундуком на голове. Сейчас я перемещусь куда-нибудь в Седонине. Будем там проводить... Найдём там местечко какое-нибудь покрасивее. Между прочим, вот из этого дракона я хочу поставить этот форт Пелагиад. Вместо... 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 Вместо того и безобазия, что там сейчас стоит. Только я им колюсий добавлю. Чтобы можно было ему на голову даже залезть. Так... Так, где мы будем проводить тесты? Тот... Придумал где. Пройдём чуть-чуть подальше туда. Уходи. 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 Силец трейдера поют. Не обращайте внимания на сундук на голове. Это у меня... Ускай видит... Такая тема. Блин, ну класс. Пищу и погода испортилась. Окей, хорошо, возьмём тогда у него... свиток полёта. И побежим куда-нибудь далеко. Далеко. Далеко-далеко. Сейчас у меня походу может закончиться эта красная лафа. Вот тут вот будем тестировать где-нибудь, да? Так, ну чего ещё много там времени ждать? Пойдётся. Не видно. Нормально. Но пока вроде ещё быстро двигаемся, да? Да, пока ещё ускорение. Он на минуту. Вот, нормально. Всё, теперь можем снимать. Так, бич драконов. Начнём, очевидно, с него. Вот тут все кинжалы сейчас собраны. Взять оружие обратным хватом. Да, пожалуйста. Вот, видите, мы взяли оружие обратным хватом. Так, теперь на левую руку. Слушайте, как же долго-то. Вы видите, да? Насколько долго. Блин. Дверьмёрский кинжал. То есть я его успею. Хотя, в принципе, это не очень долго. Так, если до языческих другую руку взять. Менюшка. Вот, смотрите, так долго появляется. Почему? Потому что скрипт очень перегруженный. Всем, чем только можно. Так. Кривический кинжал. То есть я его успеваю даже достать. И только после этого у меня появляется менюшка. Хотя она должна... Вот видите, да? Как долго она? То есть достаточно долго. Ну, в принципе, это не... Так, а что у меня в руках осталось? Энергический кинжал. А, ну только у меня их ещё пять. А, нет. Минуточку. Это другой кинжал? Какого? Видите? Не совсем всё как нужно. Что-то я не понял. Так, тут валяется один, два, три, четыре, пять для эдриков. Один, два, три, четыре, пять. Ну-ка, ещё раз смотрим. Так, сейчас его выкидываем. Блин, да почему же он оставится в руке-то? Это же неправильно. Окей, хорошо. Попробуем тогда взять скариновский дайдек. Попробуем его тоже выбросить. А, значит, только с скариновским какая-то проблема. Так, это иническая танта. Иническая танта. Вот, друзья мои, мне на самом деле не очень-то понятно, быстро всё работает или медленно, поскольку у меня у самого 15 фпс работает. Мне, вот лично не ясно, быстро это работает или не быстро. Попробуем пока что только с дайдеком проблемы какие-то были. Т.е. когда я выкидываю из инвентаря, друзья мои, оружие должно быть. Нужно разэкипироваться и тоже выкидываться. Кстати, нафига я по 5 штук-то всего набрал? Да, возьмём. Поэтому хватом. То есть скрипт работает очень медленно. Мне было интересно узнать, насколько оно медленно и оно действительно медленно работает. Ну, блин, прикольно вот с таким оружием так-то ходить. А? Как вы считаете? Вот так-то, да. Только вот единственная проблема тогда получается в чём? В том, что добавление каких-нибудь новых. Кинжалов будет ещё больше затормаживать скрипт. Всё он и так, насколько вы видите, очень медленно из-за большого количества там писанины. Ну, пока всё работает чётко. Только вот единственная проблема в самом начале была с доэтическим кинжалом. Скорее муским, я ещё проверю, что там. Так. Кинжал такой не выжиться. Я вообще ещё, между прочим, перегружен. Клинок Гоя, между прочим, один из самых офигенских кинжалов получается. В том плане, ну, как он выглядит. Я его сделал. То есть вот его можно хватать как в левую руку, так и в правую руку. А в правую руку можно брать вторую клинку Гоя. Если кто не знал, то в игре, на самом деле, можно раздобыть два клинка Гоя. Гоя. И их всех, ну, короче, оба они сделаны на ватных ватовой. Так, один вылетел, второй вылетел. Отлично. Крапивник. Крапивник у нас только один, как вы можете понимать, в игре. Соответственно, он только один и есть. Кровавый шип. На самом деле, меня интересовало, не будет ли у него проблем с этим зачарованием. Видите, у него на рукоятке такая красненькая штучка. Ну, красненькое свечение. Вот этот вот кинжал, если что, друзья, чтобы вы знали, да, он будет в сейтанине. Вот этот вот кинжал. В сейтанине он будет лежать воткнутым в стол. То есть это он оказался уникальным кинжалом. Я ему модельку подыскал вот такую вот красненькую. Тоже из моды, из какого-то взял. То есть там вот самая первая встреча. Там с укусу свергала и всё такое. И вот там лежит записка на столе. Вот самая первая локация. То есть вы только с корабля выходите, вот там будет вот этот вот кинжал. Он на самом деле не назывался там железным кинжалом. Просто я добавил слово мой, чтобы вам было понятнее. Да, ну вот чтобы добавить другое оружие из модов, в эту всю систему. И чтобы она не так дико тормозила, надо короче что делать. Кстати, вот этот вот, как он называется, разграбатель и её разделитель. Это вот Skyrim Skyrim. Я для него тоже сделал оборотно охватовую версию. Так. Минуточку. С изобретением какая-то проблема. Я его выбросил, и он у меня в руке остался. Ну-ка, ещё раз взять его. Да, ещё с изобретением какая-то проблема. Видите, он не выбрасывается. Ну, складывается почему-то. Серебряный кинжал. Вот такая вот моделька. Серебряный кинжал остался. Короче говоря, для того, чтобы добавлять другие моды, то есть другие кинжалы из ещё большего количества модов, надо это всё дело сделать в массив перегнать. Вот. Я с массивами не работал. Понимаете, не представляю, как это всё делается. Вот. Так, а серебряный кинжал, что с ним случилось-то? А он в руку не берётся, серебряный кинжал. Они бьются, но не в ту. Тоже, то есть это уже третий кинжал, у которого проблема ещё и серебряный. То есть разубатель, да, эрлический и серебряный. Так. 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 В чём, блин, проблема-то? Его ещё и выбросить тоже не могу. О, блин, надеюсь, хотя бы с кемитарой будут работать нормально. Блин, игра вообще вылетела. Да уж, это сложный скрипт был. Ну, в общем-то, друзья, на этом всё. Я пошёл исправлять ошибки. А вам приятного дня.